Храмы никогда не строятся по приказу сверху. Храмы никогда не строятся просто так, потому что кому-то что-то захотелось. Конечно, бывают инициаторы строительства, в том числе и во власти существа, но храм поднимается тогда, когда это воскрешение храма или его создание вновь поддерживается молитвой. Духовный пансилой благочестивого народа. И вот сегодня мы имеем это новое рождение Успенского храма в Серафимовой пустыне. Ну и казалось бы, уж где-где в этом месте, даже в среднем благополучные послевоенные годы, когда прямое гонение и уничтожение храмов и церквей прекратилось, никто и не мог мечтать, чтобы когда-то в Сарове будет снова звучать Слово Божие и возродиться монастырская жизнь. Не было бы возрождения веры, не было бы этих замечательных строек, потому что храмы никому бы не были нужны. Храмы строятся, открываются именно потому, что они нужны народу. И это наш самый главный ответ нынешним храмоборцам, которые хотят повернуть вспять историю, вернуть ее снова в 20-е и 30-е годы, когда уничтожались храмы и когда запрещались внешние признаки всякой религиозности. Хотел бы сказать этим храмоборцам, не получится, потому что дважды невозможно вступить в Альгин и тот же исторический процесс. Сегодня другая страна, другой народ. И поэтому, пожалуйста, не мешайте нам. По сути, вы никогда не сможете помешать. Но я бы сказал больше, себе не мешайте. Не закрывайте для себя путь к Богу. Как сумел наш народ силой оторванной от Бога, не закрыть себе путь в будущем, к тому, чтобы обновиться духом и снова стать народом православным. Совсем еще недавно мы закладывали основание этого храма. И так быстро, и в таком великолепии этот храм возведен. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что очень многим людям храмы Божии нужны. Нужно восстановление исторической справедливости. Нужна правда Божия в жизни. Вот когда подходил к этому храму, то сказал господину губернатору, который шел рядом со мной, что вот стоило ли разрушать все для того, чтобы потом все это воссоздавать. И вспомнил, что точно такие же слова были сказаны президенту Ельцину в день освящения, в день закладки храма Христа Спасителя. Были сказаны эти слова. Стоило ли разрушать для того, чтобы потом созидать? Вот что означает этот государственный исторический катаклизм? Что означают разрушенные храмы и потом в большем еще великолепии восстановленные? Ведь в этом открывается подлинный смысл божественного промысла. Господь не насилует человеческую волю, ведь Он мог не допустить ни взрыва этого храма, ни храма Христа Спасителя, ни уничтожения многих храмов на земле. Своей божественной силой Он мог приостановить все мгновенно, как Слово Божие говорит, из камней всех садело детей Авраама, и могли бы пастушными отцами все эти гонители выстроиться в очередь, чтобы приложиться к святыне и войти в храм. Но это бы означало, что сила Божья преодолевает их злую волю, а Господу это не угодно. Господь создал нас свободными и ждет от нас свободно. А свободной веры, свободной любви, без всякого принуждения. И когда народ наш во множестве оступился и стали взрывать храмы, Господь своей волей не остановил эти деяния. Господь ждал, когда народ наш снова обратится к Нему. Когда снова люди захотят иметь храмы, причем захотят им их иметь с не большей силой, чем хотели разрушить их деды и прадеды этих храмов. И вот такое время наступило. Народ наш, пройдя через тяжелейшие испытания 20 века, в конце того 20 века, начал малу-помалу обращаться к Господу. И последующие 20 лет были периодом реального возрождения в церковной жизни. И не только с точки зрения строительства храмов и открытия монастырей, с точки зрения изменения сознания людей наших. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok